Всем привет! Сегодня я хочу показать, как чувствуют себя томатики, посаженные на пленку. 9 числа я их посадила, сегодня уже 16-е. И что нужно с ними дальше делать? Пленочку я взяла потолще, примерно ту, которую мы используем для теплиц. Вот такой толщины. И в нее на бумагу, на туалетную, смоченную водой, сложилась семена. Но об этом есть подробное видео. Хочу посмотреть, что происходит с семенами внутри на таком сроке. И уже им необходимо отдать дополнительное питание. И спустя несколько дней видно, что семена очень-очень хорошо проклюнулись. Я знаю, насколько хорошо будет видно. Но так же, как и с перцем. Здесь схожесть 100%. Каждое зернышко проклюнулось. Каждое зернышко имеет уже свой корешок. И даже уже верхушечки. То есть, их даже можно было гораздо раньше посадить. Уже 2-3 дня назад можно было вполне заняться тем, что дать им дополнительный грунт. Как видно, при ближайшем рассмотрении, очень хорошо проросли. Я бы даже сказала, перья росли. То есть, не стоит держать их так долго без питания. И как видно, уже такие довольно большие корешки за такой непродолжительный срок. То есть, 3-4 дня и уже можно открывать и досыпать грунта, что сейчас я и сделаю. Грунт должен быть предварительно увлажнен. Либо, если выкладывать его непосредственно на проклюнувшиеся семена, то необходимо тщательно также увлажнять. На толщину примерно 1,5 см выкладываем грунт поверх семян. И дальше эту конструкцию нужно будет свернуть. Вот таким образом свернув, устанавливаем в какую-то емкость, из которой позже можно будет поливать растение. На начальном этапе развития растений необходимо следить за тем, чтобы верхний слой грунта не пересыхал. И поливать необходимо именно сверху. А в дальнейшем, да, уже из нижнего поддона можно будет их поливать, когда корешки станут более длинными и смогут сами добывать себе воду. Теперь необходимо накрыть пленкой сверху. Вот таким образом накрываю не слишком плотно, чтобы было некоторое проветривание, чтобы воздух не застаивался, не образовывалась плесень. Небольшого такого прикрытия, чтобы создать тепличные условия, достаточно. Теперь в теплое солнечное место нужно поставить растение, следить за тем, как оно будет дальше развиваться. Если вы еще не пробовали посадить свои семена таким интересным способом, обязательно попробуйте некоторые растения посадить и посмотреть, подходит ли вам этот метод. Я думаю, результат вас очень порадует. Как видите, схожесть просто замечательная. Растения тоже развиваются в этой конструкции очень хорошо. Не требуется много места. Очень удобно и компактно. Если было вам со мной сегодня интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на новые видео. Всем хороших урожаев! Всем пока!